здравствуйте дорогие ребята значит я сейчас расскажу это больше наверно касается участников школы рекомендации поджанга значит смотрите когда люди выполняют домашние задания и не надо там смотреть криво или косо это не важно важно делать опыт практика но все придет просто тогда можно направить понимаете но вот этот важный момент важный момент что все рекомендации которые я даю вот это я хочу проговорить чтоб вы услышали вы себе допустим сделайте вот папку да какую-то в почте и сохраняйте либо как вам удобно но важно в данный момент где вы находитесь да что вы там изучаете не бросать все то есть вы важно чтобы вы это вбили в план и обязательно прошли углубленно то есть готовим из себя серьезного программиста вот когда во-первых люди сбрасывают домашние задания в группу всегда можно помочь то есть направить да и видно насколько человек делал вот допустим ранее я дмитрию подсказал и вижу что немножко увидел что у него с словарями сразу подсказал что повторить словарей повторите извлечение по срезам и сейчас когда увидел вот просмотрел код сразу если меня оговорка ребят смотрите конечно можно сказать что в уроках не все идеально то есть чтобы не было ощущение что допустим я сейчас направляю на более сложные вещи потому что вот смотрите чтобы вы меня понимали вот мы заходим на спб во первых ссылки будут обязательно кто вот только начал как правильно звучать джанго другие методики не работают там и видео я описал и вот эту ссылочку хотите стать программистом читайте так вот хорошо вы зашли и проделываете допустим план джанго чтобы выйти на средний уровень да там допустим вот этот план он рассчитан на то чтобы человек уже начал серьезно понимать джанго надо еще понимать тот подход что ведь я рассчитываю что человек новичок и то есть я здесь показываю совсем просто но в то же время вы заметите по домашним заданиям я даю рекомендации уже довольно серьезные так вот сейчас и поговорим по рекомендациям но во первых когда приходит домашнее задание я всегда учу ребят простой вещи простой вещи и ее обязательно до освоить вот если посмотреть почему вот человек направил словари смотреть вот он написал представление да где вот допустим да где в основе это грубо говоря чистый python может вы так не видите но чистый python да там c при свое значение словарь да пустой и ребят это важный момент на начальном особенной этапе что то не понимаете что то не знаете старает пишите сначала на чистом python тогда вам будет понятно поэтому как раз таки я и написал дмитрию нак да дим молодец вот это то есть хороший прием это ваша палочка выручалочка а дальше даю рекомендации ребят это важные рекомендации то есть теперь отдельно поработайте на get absolute url потому что на самом деле по get absolute url можно писать целую книгу и с этим надо хорошо поработать материала в интернете много но вот допустим я когда сейчас делал курс на сайте где мы писали социальную сеть не самую сложную но тем не менее много здесь курсов и здесь мы использовали get absolute url и и обратите внимание что правильно в курсах все попроще но на самом деле get absolute url у вас должно быть вид примерно вот такой то есть вот в этом направлении работать чтобы допустим извлечение айди извлечение там слуг есть нету это не важно но но важен сам момент что на чем надо работать работать на тем чтобы у вас get absolute url извлекала любые адреса в любом месте то есть вот смотрите вот мы берем да вот это все get absolute url то есть куда мы не нажимали до легкие переходы легкие переходы совсем и при этом эти эти переходы буквально там пару строчками кода и конечно проще сделать как проще пройти курс то есть именно пописать а потом уже конечно становится доступны вещи и просто куски кода с интернета когда понимаешь о чем речь но о чем я хочу сейчас сказать не о том что курс вы и так посмотрите а о том что вот есть get absolute url вы значит если есть рекомендация просто в данном случае я увидел да что надо с этим поработать из кода да то вы ее помечаете каким образом помечаете определите для себя кто-то папку создаст кто-то сделает типа my tetra очень хорошая вещь для хранения записи то есть пометьте себе важно если вы находитесь допустим на этапе еще плохо разбираетесь в моделях не надо прыгать на get absolute url в этот момент вы должны встроить это в свой план вот как только вы первично вот как здесь да как здесь вот домашнем задании сергей вот использовал уже get absolute url то есть он четко уже понял а зачем это ему да то есть как это работает то тогда уже можно переходить более сложным вещам далее конечно же я дал не одну я не одну рекомендацию в принципе я написал в группы и очень спокойно относитесь к моим дополнениям без фанатизма что-то сейчас сложновато на потом отложите когда будет более доступно я я понимаю что вы написали код и уже рады рады по сравнению с тем дмитрием который раньше меньше знал вы очень выросли но просто я вижу что лучше поправить и пусть это грубо говоря поправить другие ребята и так далее и так далее теперь далее видите мы сразу взяли на заметку вот допустим конечно любой из нас человек который начинает как правило пишет модель попроще грубо говоря это называется в джанго мульти модель это обычная модель обычная модель да и нам вроде как понятно но на самом деле надо особое внимание обращать на вещи более сложные ну типа так это у меня его нету ну типа то есть начать применять во всю абстрактной модели что дает этот подход ребят смотрите когда вы применяете обычную модель мультимодель она в принципе привязана к одному к одному приложению да вроде как неплохо но в данном случае мы писали социальную сеть она была жестко привязана но можно было все разукрасить немножко по другому просто я давал вариант когда ну чтобы человек вообще понял а усложнять уже потом будем но когда мы делаем допустим абстрактную модель просто легче продумать приложение да мы взяли допустим в абстрактную модель саму вбили пользователь заголовок время создания время обновления нам достаточно а далее вот смотрите сама крутизна вот вы написали приложение да в данном случае это примерно приложение как курсы это вот есть и это сейчас поймете о чем я хочу сказать как курсы да то есть курсы но в чем здесь фишка фишка в том смотрите фишка в том когда вы делаете абстрактные модели например я создаю курс да так ну я тот курс возьму любой который то вот здесь допустим видно не видно не знаю сейчас попробую поднять то есть мы можем добавлять там текст картинки youtube то есть мы начинаем разные виды контента добавлять в одном месте то есть использовать в фабрике джанга второй момент у вас написано одно приложение но вы можете по сути дела сделать вообще одну базовую модель а потом просто во втором приложении добавлять какие то поля в эту базовую модель да и при этом у вас будет минимум моделей это первое вторая а теперь смотрите вот саму фишку сама фишка в том что если у вас базовая модель в одном приложении да и во втором то вам очень легко потом между собой связать эти приложения понимаете то есть это не отдельная модель где то а тогда проще и по сути дела вы пишете можете написать грубо говоря одну базовую модель а потом просто менять контент где то вам надо текст где то вам надо видео ну по сути дела там максимум будет 9 видео контента где то pdf но я говорю смысл о том что очень легко связывать приложение поэтому я понимаю что еще ребята это могут не понимать но с моделями тоже нужно взять на заметку вот я даю рекомендации у вас пока учебные модели они неудобны что значит неудобны вы их можете использовать только в одном приложении не то что нужно начинать ну по сути дела с них надо начинать но есть такое правило ребят что все должно легко использоваться конечно здесь я показал выход очень серьезный и здесь мы работали с контент тайп да это фреймворк который вообще в принципе используют в основном профессионалы как я заметил сейчас покажу но он есть по умолчанию да по умолчанию этот фреймворк стоит в джанго и все его видят я сам не с первого года если честно сказать начал его использовать мне отрадно что ребята в школе да уже начинают сразу им пользоваться это джанго контрит контент тайпс то есть это очень мощное решение в чем его смысл смысл его в том вот мы сейчас посмотрим даже визуально потому что мы делали по нём уроки так это мы социальную сеть делали теперь я дай бог мне память и вспомнить где он у меня находится или он не в этом не должен быть в этом сейчас секунду ага вот оно с пользователями в активе то есть по сути дела этот фреймворк вот смотрите мы видим хранит все модели в данном приложении есть модель контакта модель профиль модель экшен и так далее и еще кучу функций то есть пожалуйста права группы пользователи то есть это все хранит именно контент тайпс и мы здесь вот с ним работали уже уже работали и делали и в приложении и делали в командной строке в последних курсах где-то ну вот здесь где-то уже делали серьезно вот в этих последних курсах то есть по сути дела у вас имеется глобально два подхода один работа с контент тайп то есть обязательно я рассмотрю как я обещал очень подробно это на сайте джанго да джанго 2 то есть здесь вот эти курсы джанго 2 я начал делать уже больше показывать ядро чтобы люди понимали что ядро в версии 1 и версии 2 оно одинаковое и здесь мы это как раз и рассматриваем эти вещи и это надо понимать да и модели вот как раз вот зачем я открывал первоначально что модели уже рассмотрели здесь подробно вот мультимодель проксимодель дальше пошли значится абстрактная модель то есть эти вещи надо знать и надо брать в оборот надо брать в оборот сейчас я вообще рассказываю о рекомендациях то есть я дал рекомендации то есть что должно видеть ну просто решил сейчас еще допояснить что надо очень хорошо в этом понимать а понимание это придет только потом когда вы напишите несколько приложений и так ребята я хочу чтобы вы сейчас меня услышали и поняли в какую сторону рыть потому что вот допустим вы пройдете вот этот план потому что сейчас покажу сайт спб именно рассчитан на освоение азов жанга до в принципе среднего выше среднего уровня по сути дела на выходе человек должен легко написать сайт и быть готов к более сложным вещам да вот эти вещи выполнения на этом сайте уже я здесь грубо говоря не цискаюсь мы просто пишем код а здесь подробное разъяснение на спб начинать надо с него так вот еще раз я хочу чтобы вы меня услышали так это не то я открыл что вы поняли в принципе глобально может это уже не для совсем новичков информация но глобально в джанга у нас есть два подхода я говорю глобально подход который как обычно используют я его сейчас использую когда надо первый подход это мультимодели да мы говорили это грубо говоря тупо мы пишем одну модель под одно приложение и все и дальше мы можем где-то что-то делать с этим приложением но в принципе когда если нам вдруг приходит какая-то мысль ну вот работает сайт работает да потом бац пришла мысль конечно можно вносить изменения в модели в эту модель на самом деле не все так просто когда начинаешь носить что-то где-то в общем это не так удобно поэтому мультимодель это просто мы делаем приложение и основную модель с этого надо начинать однозначно чтобы разобраться в работе джанга то есть обычная модель но есть глобальных два подхода которые надо изучить и обратить внимание второй подход это использование абстрактных моделей абстрактные да по сути дела в чем мы выигрываем вот у нас есть одно приложение в нем мы написали абстрактную модель во первых нам понадобилось какой-то вид контента то есть абстрактная модель она не сама абстрактная модель таблицы в базе данных не создает а вот когда мы например так сейчас покажу а когда мы вот допустим добавили модель текст да то тогда в базе создается и поля с абстрактной модели и плюс поле которое мы создали да продумать как правило это очень просто потому что абстрактная модель должна включать необходимое по сути дела пользователь заголовок там создание обновления все ребят ну это по сути дела любое приложение но я рассказываю сам смысл дальше вот здесь у нас создана абстрактная модель да я хочу чтобы вы это именно уразумели смотрите абстрактная модель и под нее мы создаем уже некие поля которые нам надо сколько хотим но потом мы начали делать другое приложение по сути дела очень просто взять за основу эту же абстрактную модель а здесь дописывать какие-то вещи либо можно конечно создать новую но просто я говорю вам как идею и по сути дела два приложения тогда очень легко между собой связывать потому что они работают от одной модели это первый подход то есть здесь ребята вот я не забывайте не забывайте в моделях их вообще не используют я показал это прокси модели это прокси ну у всех понимание что прокси это замена допустим по крайней по минимуму это замена IP да прокси модель тоже назначение оно тоже меняет посмотрите что как но очень классно их вообще мало кто использует ладно пошли по второй вещи по третий да вот путь который есть да он работает со всеми и с этим и с этим то есть это у нас надо обратить особое внимание на такую вещь это если вы действительно готовите себя как профессионала потому что вроде как там не сложно, но взять вот просто быстро-быстро разобраться не получится. Здесь надо немножко поработать. Так, ну это я уже закрою. Вот. То есть Django Contrib Content Types. Типы контента. Это целый фреймворк. По сути дела, здесь в чем крутизна? Вот именно при помощи него, вот я и показывал, мы писали допустим социальную сеть. То есть более сложные проекты пишутся при помощи этого фреймворка. Вот у нас есть, это кружки, да, они могут не влезть, я же не знаю во сколько-то, а, влезут, влезут сюда. Вот это у нас модели, да, какие-то. И на самом деле, какие-бы не были модели и сколько-бы не было этих моделей в приложении, контент-тайп, пусть у нас будет этот прямоугольник контент-тайп, он будет хранить настройки всех моделей. Всех. И по сути дела, что нам это дает? Это нам дает, что мы можем любую модель связать с любой и любое поле любой модели с любым. То есть на что хватит нам, грубо говоря, выдумки, да? Вот этот подход надо обязательно учитывать. Ближайшее время, уже, наверное, когда вы смотрите, я дал, но так как мы уже использовали этот фреймворк, контент-тайп, я решил его разложить, ну, именно по полкам, чтобы ребята начали на нем писать уверенно. Это уже уровень выше среднего, ближе, ну, именно если идти этим путем, то у вас будет очень классный, крутой код. По сути дела, что можно написать с контент-тайп? С контент-тайп можно написать любое приложение в социальной активности. Ну, например, как Инстаграм. Вот такие же фишки все, да? Тем более Инстаграм серверная часть на Джанго, да? Получается там все API на Джанго прописано, а Морда на Джава. То есть, соображайте, да? Любой интернет-магазин мы уже не говорим, что мы вот использовали, когда писали социальную сеть, мы использовали и Джукери, и Аякс. Это да. Но просто, ребят, я хочу обратить внимание, именно ваш взор на вот эти две вещи, контент-тайп и абстрактные модели, что на это надо обратить внимание. По каждой из вещей, по крайней мере, по контент-тайп, хотя там, в принципе, инструкция небольшая, но там можно написать целую книгу. Но именно надо обращать свой взор, вот, как Дима, да, здесь сделал домашнее задание, и сразу я говорю, Дим, вот это, вот это, вот это по модели. Дима написал, кстати, сообщение, очередной раз безмерно благодарен, вы, как всегда, делаете напутствие, которое вам подсказывает ваш опыт, хорошее человеческое качество. Я все рекомендации сохранил, вот это очень правильно, перечитал три раза, сейчас приступлю к выполнению домашнего задания шаг 33, параметры полей, руки чешутся, добить план 1.7, подошел к началу Bootstrap. Кстати, Дим, сразу к ходу, параметры полей, параметры полей, это ядро, это ядро, поэтому параметры полей надо изучать, я, у нас есть там и другие ребята, именно посмотрите еще план вот этот, 2018, сайта он будет выглядеть вот так, 2018, здесь более глубоко вот эти параметры полей рассмотрены, уже мы подробно, и параметры полей для новичков, которые смотрят, параметры полей те же, вот он, сейчас я хотел другое сказать, сейчас перейду к параметрам поля, пока не забыл, вот Дмитрий очень правильно делает, то есть, ребят, вот это важно, не надо все бросать и выполнять мои рекомендации, рекомендации вы сохраните, как чувствуете, что готовы, можно идти дальше, вот как Дмитрий, да, сохранил, и он в свое время к этому приступит, а теперь, вот в этом плане, вот в этом плане, есть параметры полей, да, и мы их здесь рассмотрели, и они одинаковые, джанга там 1, джанга 1.7, джанга 2, то есть, настройки полей модели, настройки полей модели, все это есть, и это, эти вещи, это вещи базовые, нельзя допускать какого-то недопонимания тех же параметров полей, давайте откроем их, да, то есть, по сути дела, параметры полей, это все, что у нас находится в модели, да, в поле, вот это у нас поле, в скобочках, да, в скобках, дайте, я вот так отмытаю, то есть, то, что находится в поле, да, в скобках, это и есть настройки полей, эти вещи, ребята, они базовые, их немного, в них надо один раз разобраться, но у вас не должно быть такой вещи, что вы сидите и думаете, а что же сюда вставить, то есть, должна работать уже логика, но чтобы она работала, эта логика, надо знать, чего вставлять, поэтому параметры полей, я рекомендую, изучили, составили шпаргалку, где-то я видел, а Сачи сбрасывал, вот это он правильно очень сделал, я попытаюсь найти, но она там в группе точно есть, ну вот, он отрабатывал, я вижу, так, тут, немножко, не то я вижу, где-то он сбрасывал, но просто я хотел показать, да, что где-то он расписывал целый список, то есть, именно, я о чем хочу сказать, их немного, записали себе шпаргалку, вы должны уже соображать, то есть, а чтобы соображать, надо знать, например, ваше рассуждение должно быть примерно такое, вы делаете категорию, понятно, вы думаете, ага, делаю категорию, и в категорию, две же одинаковых категории не может быть, будет неправильно, значит, ага, что я сделаю, вставлю, уникуя равно истина, да, ну, может, я неправильно прочитал, извините, то есть, вы четко понимаете, как только вы присвоили параметр, потому что у Джанга есть параметр по умолчанию, по умолчанию этот параметр тоже стоит, только он фалс, когда вы прописали уже явно истина, да, трое, то вторую категорию, так, с таким же называемым человек не создаст, вы думаете дальше, соображаете, дальше соображаете, у меня есть слух филд, там куча вбуков, да, по сути дела, ну, чтобы долго не извлекалось, ага, поставлю я, дб индекс равно истина, то есть, по сути дела, создастся индексы, но это как, вот, извлечение, допустим, сервера, только заголовков, да, а не всей статьи, заголовки же быстрее извлечь, то есть, по сути дела, уже будут заголовки, уже будет база данных работать быстрее, и так далее, и так далее, то есть, должно отлетать, что если поле, там, Чарфилд, Чарфилд, да, там, малое текстовое поле, то обязательный параметр указания Макс Лект, но это и логически, правильно, у нас есть заголовок, он же не может быть тысячу символов, поэтому логично его ограничивать, там, 100 символов, а потом человек понаписывает, но тем не менее, надо знать, допустим, что тот же Макс Лект, вы сможете ограничить любое поле, даже большое текстовое поле, там, TextField, написать там ограничение, там, тысячу символов, и все, то есть, такие вещи, вот те же параметры полей, да, вот правильно, я обращаю внимание на письмо, Дмитрия, да, то есть, беру параметры полей, все правильно, Дим, все правильно делаешь, параметры полей, даже не стесняйся их, перед вечером взять, выписать на бумажку, и просмотрел, то есть, по сути дела, что должно происходить, смотри, не надо зубрить, во-первых, садишься и пишешь модели, одну, вторую, третью, пятую, и вписываешь настройки полей, вечером взял лист в руки, и смотришь, и ты должен читать так, видишь, настроение, а не ки, да, уже в голове тебе должно, своими словами, у тебя должна ответная мысль прийти, это для того, чтобы нельзя было создать, идентичное поле, то есть, я говорю, пусть там этих настроек, там, ну, я не считал, ну, 10, да, но ты их должен просмотреть вечером, не стесняйся, пописал, вот выписал, там на бумажку вывел на принтере, и вечером посмотрел, а понимаешь ли ты настройки полей, и вот как только ты себя поймал на мысль, что легко ты считываешь, не надо там умными словами, надо просто своими словами, посмотрел ДБ индексы, создаются индексы, чтобы быстрее работало, достаточно, вербоза нейм, человекочитаемое имя, и так далее, и так далее, но по сути дела, ты должен четко понимать, даже если ты на первом этапе что-то будешь забывать, ты будешь знать, где искать, и ребята, вот я постоянно же вас направляю к документации, и спрашиваю, ребята, вот у Дмитрия не спрашивал, но говорю, а вы вот проделываете урок, да, проделали настройки полей, а вы сейчас прямо перед монитором знаете, где их найти в документации Джанго, ведь когда мы изучали на проты 65.net, мы везде лазили в документацию, так вот, ребят, это важный момент, надо обязательно приучить себя, да, вам будет сейчас казаться, ой, ну есть вот урок и достаточно, нет, ребята, недостаточно, приучайте себя к такому действию, вот допустим, я, если мне надо что-то вспомнить, я наберу сейчас Джанго, то есть мне не понадобится никакого времени, я зашел на фреймворк, Джанго, да, нажал документация, и открываю, у меня времени теряется, а где же эти настройки полей, я четко понимаю, что документация это здесь, все, и вот они есть, и ребята, приучите себя, да, грубо говоря, первый год будет тяжеловато, что-то надо будет поискать, будет где-то казаться, а зачем это, ребята, это важно, если вы будете следовать моим рекомендациям, плохих рекомендаций я не даю, то есть, смотрите, работаете с курсом, да, работаете, с курсом, с любым, да, в школе, поймали себя на мысли, я знаю, где это в документации или нет, если не знаете, пусть уйдет 10 минут, это, ничего страшного, но вы должны, если, обычно я даю, ссылку, но вы должны обязательно найти в документации, пометьте себя, поласьте, в конце концов, в течение года, у вас выработается привычка, а потом документация уже запоминается, и вы четко перешли в ядро, ага, надо мета опции, или там выборка, вы уже не задумываетесь, надо выборка, раз, 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 что-то подзабыли, чик-чик-чик-чик-чик, посмотрели, ага, оп, все, вспомнили, пошли дальше, эту привычку надо приобретать, обязательно, и ни в коем случае не забывать, то есть, делайте в уроке, словили себя на мысли, что, а вы не знаете, где это в документации, обязательно найти в документации, и делать это постоянно, поверьте мне, что в начале первые несколько месяцев будет тяжело, но за эти несколько месяцев вы изучите документацию, уже будете знать, как, что, где, да, и уже станет легко, и потом у вас просто в голове будет, как картинка всплывать, ага, надо посмотреть, что там еще, то есть, вот эти моменты, я хочу дать и для участников школы, и тех, кто хочет прийти в школу, что еще дал, ну, пока хватит написал, пока хватит, да, именно, именно, понимаете, уроки составлены таким образом, допустим, на СПБ, чтобы понял человек практически с нуля, и вывести его, заканчивая уже, на средний уровень, что такое в моем понимании средний уровень, человек может легко написать, блог, сайт, магазин, то есть, по сути дела, что он понимает, что такое средний уровень, вот надо считать, то есть, если он занимался в школе как положено, то он считывает, он не думает, он уже считывает файл настроек, то есть, а как его считывать, да писать проект за проектом, изучаешь, пишешь и пишешь, у него уже не уходит время, а что это за настройки, если он занимался по этой, методикой, как я здесь описывал, вот именно вот этот фрагмент, да, где я давал рекомендации, что, как правильно изучать джанго, то по сути дела, это архиважные моменты, описаны, потому что других вещей нет, я не буду пересказывать, я просто, посмотрите видео, здесь я собрал как бы записи, ну, принцип будет понятен, грубо говоря, да, есть, все ссылки эти будут в описании видео, так вот, даже по файлу настроек, вы четко должны понимать, какая версия джанго перед вами, и, если человек средний уровень, грубо говоря, уже по стандартному файлу настроек, у него не изникает проблем, что и что он знает, второй момент, он уже легко, легко работает, вот, работает с теми же моделями, да, то есть, вот мы говорили ранее, да, само собой изучаем поля, изучаем настройки полей, то есть, вот эти вещи должны быть усвоены, два варианта здесь всего, первое, как я говорил, это пишем код, делаем урок, пишем, 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 находим документации, пишем, 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 главное здесь, ключевое пишем, вывели на листик, не пленились, понимаете ли вы, что здесь написано, должно считываться моментально, и, понятно, что, представление, да, я заметил, ребята, очень четко это заметил, сейчас еще покажу такой момент, сейчас покажу такой момент, вот в школе есть, в кабинете, такая вещь, сейчас я войду, то есть, практика Python OOP, тут не только Python OOP, тут и другие вещи, тут мы работаем с функциями, в принципе, я старался собрать, кроме видеоуроков, то, что используется, именно, и тот, кто работает с Python серьезно, я заметил, что в Django он легко входит, почему-то, потому что, для него код представляет код, а то, я, бывает, вижу вопросы, да, а можно работать с Django, не изучая Python, ребят, ну, смешно, ну, давайте я вам скажу, что-то будет, тогда для вас вот это, вот это будет не строка, а вы будете говорить, а я не поставил кавычку, ну, ребят, ну, это же не программирование, а смехота, то есть для вас должно обязательно Python, потому что типа объектов, строка, функция, дальше, и так далее, и так далее, они должны считываться, и считываться совершенно на автомате, ну, если честно сказать, вот от себя лично, да, я вот расскажу, чтобы вам было интересно, да, это сегодня, я уже там пишу на Python, пишу на других языках, все считываю, но это так не было, например, я помню, я изучал Python, и вдруг на Django, в Django я зашел, и смотрю, и зову жену, говорю, Свет, Свет, иди сюда, ты знаешь, что это такое, ну, говорит, некая там фигня написана, я говорю, это строка, и я вдруг осознал, что я понимаю, что это тип данных строка, и я начал пролистывать, и я вдруг понимаю, что это тип данных список, я говорю, о, я понимаю, я вижу язык, ребят, это во всех произойдет, только пишите код, в школе уже, наверное, ну, много, я уже не считал, больше 14, можно, ну, этот курс последний написали, по социальным сетям, он и там, там куча видео, уже, наверное, ну, больше 15 суток видео, но от вас требуется, что, это писать код, ведь выполняют домашние задания не все, и, по сути дела, по сути дела, сейчас, секунду, по сути дела, по сути дела, сейчас я хотел кое-что показать, по сути дела, тот, кто выполняет домашние задания, не, не хотел, я сбился с мысли просто, тот, кто выполняет домашние задания, можно подсказать, но тот и осознает, все, ребят, для тех, кто начал только с этого видео, значит, ребят, смотрите, начало на сайте spb.tletut.ru, именно здесь, Жанга, в описании есть, рекомендую, обязательно прочитать, две статьи, я их дам, это, как правильно изучать Жанги, хотите стать программистом, здесь я собрал такие, материалы, которые могут быть полезны, все, спасибо за доверие, просто идею, я надеюсь, вы поняли. матч, которые, это, 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 Продолжение следует...